В Алтайском крае стартовала Всероссийская неделя сбережений. Организована она в рамках проекта Министерства финансов страны и государственной программы региона по содействию повышению уровня финансовой грамотности населения. У нас сегодня в гостях один из организаторов, руководитель Барнаульского методического межрегионального центра по финансовой грамотности АКИПКУРО Татьяна Райских. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну я понимаю, что очевидно, для чего проводятся такие мероприятия, но тем не менее, могли бы вы как-то обрисовать картину, насколько у нас жители края грамотны в финансовых вопросах или все-таки безграмотны? Ну, мне хотелось бы сказать о том, что Всероссийская неделя сбережений – это акция, которая в нашей стране уже проводится пятый год, это юбилейная Всероссийская неделя сбережений. Конечно, ее цель основная – привлечь внимание граждан к повышению собственной финансовой грамотности. И она ориентирована, конечно, на разные слои населения, с низкими доходами, со средними доходами. Тематика недели финансовой грамотности, она очень разнообразна. Это вопросы личного финансового планирования, вопросы сбережений, накоплений, даже инвестирования, пенсионного обеспечения и многие другие. Эти вопросы во многом интересуют наших граждан и цель все-таки недели – заинтересовать население к этим вопросам. Ну и с этой целью проводятся мероприятия. Ну вот вы говорите пять лет, а каким-то образом отслеживали, изменилась картина, стали ли люди грамотнее в финансовых вопросах за это время или нет? Ну, говорить о том, что кардинально за пять лет изменилась ситуация с уровнем финансовой грамотности населения, пока еще сложно говорить, потому что всероссийская неделя финансовой грамотности – это лишь один из элементов целостной системы повышения финансовой грамотности граждан, которая проводится в России. Ведь повышением финансовой грамотности наше государство озабочено не только в рамках недели, но и в течение всего года проходят различные мероприятия. Но за последние годы, конечно, внимание со стороны разных групп населения к проблеме повышения финансовой грамотности заметно усилилось, и граждане стали более осознанно относиться к планированию своего бюджета и задумываться над тем, какими способами, где они могут защитить свои права, получить консультации по различным вопросам и так далее. Поэтому внимание, конечно, к этой проблеме со стороны населения растет. С какими чаще всего проблемами сталкиваются жители, скажем, с доходом ниже среднего при ситуации, когда нужно взять кредит? Конечно, одна из проблем – это правильно выбрать финансовый инструмент, потому что сегодня на рынке достаточно много финансовых организаций. Есть микрофинансовые организации, есть банки, которые также предлагают кредиты. И, к сожалению, низкий уровень финансовой грамотности приводит к тому, что наши граждане, в том числе в Алтайском крае, все-таки обращаются к микрофинансовым организациям, потому что здесь кредиты более доступны. Но нужно обращать внимание на то, что сама стоимость этих кредитов, обязательства, которые возникают, конечно, здесь все обстоит намного серьезнее, потому что люди попадают в очень такую неблагоприятную ситуацию, потому что кредитная нагрузка в микрофинансовых организациях в десятки, даже в сотни раз выше, чем в банках. Потому что если мы видим рекламу 1-2% по кредиту в день, если мы умножим это в месяц, то это уже минимум 30% в месяц. А если в год, то это около даже 700% кредитной нагрузки. Это, конечно, неподъемный плац для населения. То есть мы взяли 10, 20, 30 тысяч быстрые доступные деньги, а в результате должны сотни тысяч рублей, что, конечно, сложно. Татьяна Николаевна, есть ли какие-то, я не знаю, правила, какие-то табу, набор каких-то условий, при которых человек может себя обезопасить? Неграмотно юридически, не окончивши вуз, коими являются многие жители сел, да? Вот пять постулатов, три, допустим, которым нужно следовать, чтобы не попасть в трудную ситуацию. Ну, первое правило, это нужно всегда принимать решения осознанно, нельзя спонтанно принимать какие-то решения. Если вы знаете, что вы не можете приобрести какую-то покупку, и вы будете вынуждены обратиться к какой-то кредитной организации, то нужно взвесить всевозможные предложения на рынке, условия, все-таки с теми потребностями, которые вам нужны, с условиями вашей платежеспособности. Это первое. Второе. Когда вы берете кредит, вы должны понимать, что если платежи по кредиту составляют более 10% от вашего уровня дохода, то нужно задуматься над тем, стоит ли брать этот кредит, потому что до 10% от вашего дохода вы можете платить спокойно. Если выплаты по кредиту более 30% от вашего семейного дохода, то такой кредит просто брать нельзя, даже если это будет ипотечный кредит. Почему? Потому что, ну, по крайней мере, нужно задуматься, потому что в этом случае вы будете каждый месяц лишать себя определенных ваших потребностей, и ущемлять свой бюджет для того, чтобы совершить эти платежи по кредиту. Это важно понимать. И еще одно правило, которое бы я посоветовала, нужно всегда стараться все-таки накопить, сберечь, спланировать, и потом только обращаться в кредитную организацию. Это будет рационально. Спасибо вам огромное за полезные советы и за отдел, которым вы занимаетесь. Мы сегодня беседовали с руководителем Барнаульского методического межрегионального центра по финансовой грамотности АКИП КРО Татьяной Райских и говорили о том, как быть грамотными при совершении каких-то сбережений или покупок. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова